Добрый день, меня зовут Юлия Тадеуш. Я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы будем говорить о летнем уходе за розами. Сейчас конец июня, наши розы доцветают, поскольку была очень жаркая погода в Беларуси стояла, потом сильные ливни, вот они достаточно быстро в этом году отцвели, но это в принципе не страшно, они зацветут зато раньше повторно. Но для того, чтобы они зацвели повторно обильно, нужно за ними определенным образом поухаживать. Здесь я стою около кустов английских роз Давида Остина, это Heritage и Gental Hermione, вот они такие нежно-розовые, красивые, и часть из них еще какие-то побеги цветут, какие-то побеги уже отцвели полностью. На примере этих роз я покажу вам, как надо обрезать. Вот это вот соцветие розы Heritage, и часть цветков еще цветет, часть уже отцвело. И для того, чтобы продлить цветение тех цветков, которые цветут, нам нужно отрезать те цветочки, которые отцвели. Вот мы просто берем их и чистим вот так вот наши. Вот мы у этих веточек продлили цветение, но у нас есть веточки, которые уже отцвели полностью. Их надо уже обрезать для того, чтобы они начали закладывать новые распочки, которые будут свести уже второй волной. Что я делаю? Я обрезаю до первого хорошо развитого пятилистника. И сделаю я это вот не на этом, а вот более нижний, он более сильный. Я вижу там в пазухе вот есть будущая почка. Обрезая, я все-таки смотрю так, чтобы новый побег рос наружу куста. Поэтому все-таки обрезаю вот не на этот листик, а обрезаю вот на следующий, который будет расти, соответственно, наружу куста. Вот он пойдет расти у нас вот так, делая наш куст более пышным. После того, как мы обрезали наш куст полностью уже, мы даем еще где-то, ну вот, то есть у меня веточки, видите, уже цветут. Если бы я обрезала полностью, я практически сразу бы ее и подкормила в этот раз. Но я вижу, что у меня еще цветут цветки, они подождут еще неделю, поцветут. И после того, как она цветет полностью, я обрежу и эти ветки и дам для этой розы удобрение, для того, чтобы, опять же, у нее были силы для повторного цветения. И у меня это будет настой куриного помета, который я уже заранее начала как бы настаивать. После того, как вот я все это обрежу, я подкормлю розу. Сейчас, ну как бы, кроме того, что мы вот подкармливаем и обрезаем наши розы, но самое время посмотреть насчет развития заболеваний на листиках и, возможно, профилактически обработать от болезней. Ну, вот этот куст у меня здоровый, на нем нет, то есть вы просматриваете и с обратной стороны, потому что ржавчина может быть незаметной с обратной стороны. Но у меня достаточно чистый куст, в принципе. Если вы уже обнаружили, вот сейчас пошли как бы сильные ливневые дожди, и, в принципе, в садах уже может начаться черная пятнистость. Если вы это обнаружили, то вы профилактически должны уже обработать ваши розы. Мы их весной обрабатывали и сейчас повторить обработку. Я буду обрабатывать любым фунгицидом, который вы можете найти в продаже. Я буду обрабатывать фальконом. Безусловно, из таких уходовых работ в середине лета, это, ну как бы, вот поиски различных вредителей. Тля, если вы правильно ведете агротехнику роз, сейчас не сильно должна розам доставлять какие-то неприятности, потому что, ну как бы, нет сейчас особо молодых зеленых побегов, которые любят тля. Но что у нас сейчас из вредителей, которые очень любят так же, как и мы, цветущие розы, это вот прекрасные жуки, прекрасные бронзовки, которые, конечно же, кушают цветы. Вот это роза фрезия. Они очень любят вообще светлые цветки, по моим как бы наблюдениям. Вот они у меня кушали геркулеса, пока он цвел, когда геркулес откушал, вернее, отцвел, они перелетели на фрезии. И бороться с ними какими-то препаратами, на самом деле, достаточно сложно, потому что при обработке, да, они падают вниз, но, как я заметила, потом они благополучно оживают через какое-то время и обратно взлетают. Поэтому проще всего их, конечно, собрать вручную. Ну и как бы их, так сказать, уничтожить. Хотя я не могу сказать, что я очень люблю уничтожать жуков, и мне это приятно. Ну что делать? Розы я люблю как бы больше. Кроме того, из таких вот крупных жуков, которых тоже, в принципе, достаточно трудно убить какими-то препаратами, это белорусский хрущик. Он более мелкий, чем бронзовка. Ну вот сейчас вот как бы он у меня не замечен, такой с более коричневой спинкой. Его тоже, в принципе, приходится собирать вручную. А какой еще вредитель вообще, какого вредителя, в принципе, можно ожидать? Была жаркая погода, и, безусловно, можно ожидать клещ, клещ, потому что он любит сухую погоду, или трипсы. Но как бы вот у меня с этим проблем нет. Если у вас есть проблемы с клещом, то вам помогут акароциды, препараты, которые именно от клеща работают. Если у вас проблемы с трипсами, вот они повреждают бутоны, делая их не очень красивыми. И от них как бы помогают только системные препараты, типа октора, причем надо повторно обрабатывать, потому что они откладывают в лепестках, прямо в лепестках яйца. И если у вас розы повреждаются трипсами, то надо повторить это как бы не менее двух раз, обработку системным препаратом. Больше таких каких-то вредителей сейчас нет. Гусеницы закончились, они больше как бы в начале лета нам надоедают. Бывает как бы цикадкой повреждается. Ну вот у меня нет просто примера показать. Это на ваших листиках сверху появляются такие белесые точки, мелкие. Это цикадка чаще всего, тоже такой сезонный вредитель в определенный период времени. И видно его только с обратной стороны, если вы переворачиваете листик. Тоже в принципе помогают системные препараты. Ну на этом в общем-то с уходом по розам летом все. Все остальное время мы наслаждаемся и смотрим как они цветут. На этом на сегодня все. Красивых вам роз, цветущего сада, удачи и процветания!